1944 год Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов. Их поддерживает краснознаменный Балтийский флот. За два года блокады фашисты построили вокруг Ленинграда мощный пояс укреплений Северный вал. По всему фронту они создали систему многослойного огня, которую считали непреодолимой. Эту оборону и предстояло прорвать. Замысел советского командования состоял из одновременных ударов Ленинградского и Волховского фронтов по флангам немецкой армии. Конечная цель – выход на рубеж Луги. Операция готовилась тщательно и заблаговременно. 14 января. Наступление началось. 900 долгих дней ждал осажденный Ленинград этого часа. Стримительный темп операции требовал огромного напряжения войск. В динамике боя командование умело маневрировало огромными массами артиллерии, авиации, танков, пехоты. Пять дней тяжелых, изматывающих боев. И вот части Ленинградского фронта соединились в районе Ропши, разбив Петерговско-Стрельнинскую группировку врага. Это результат первого флангового удара. В эти же дни, в тяжелейших условиях болотистой местности, наступали войска Волховского фронта. 20 января они вступили в Новгород. Город разрушен. Древние храмы взорваны. Все, что осталось от памятника тысячелетия России. Взятие Новгорода – результат второго флангового удара. Боя с окружением, немецкие войска с боями откатываются к луге. Стратегический замысел советского командования блестяще осуществился. От советского информбюро под ударами наших войск потерпела крушение сильнейшая оборона немцев, которую они рассматривали как неприступный и неодолимый северный вал. Нанесено тяжелое поражение основным силам 18-й армии немцев. Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады. Наступление наших войск продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok «Ушно drei, у autол Filipino título, телеп Ach wonders of our foundations» Казахстана «А и посажуyorum жизнь через во время недостаткиenas блестяuno колхоза». Казахстане Д cuz Server – укłby